МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не подтвердили, не опровергли, кто и почему анонсируют отставку главы Нацбанка. Первый номер. Кто возглавил президентскую фракцию в парламенте? В Питерской подземке сегодня прогремел взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате трагедии погибли 10 человек. Всего пострадавших, по разным данным, от 20 до 50. Все подробности трагедии далее в сюжете. Эти кадры сделали очевидцы трагедии. Станция метро Синая площадь, исторический центр города. Покорежены после взрыва вагон поезда и клубы дыма. Кровь погибших и пострадавших на перроне. Станцию эвакуируют, в общем. Впрочем, одной лишь линией, на которой произошло ЧП, власти Петербурга ограничиваться не стали. В связи с происшествием, движение поездов остановили на всех пяти ветках метрополитена. У вас середина поезда? 43. Один вагон взорвался? Да, один вагон. Там пострадавшие, там есть умершие или просто есть. Прилегающую к метро Синая площадь территорию оцепили. На место прибыли сотрудники силовых органов. Еще одну бомбу обнаружили на станции Площадь Восстания. Ее мощность 1 килограмм в тарателовом эквиваленте. Взрывчатка была замаскирована под огнетушитель. Ее удалось обезвредить. Позже Генеральная прокуратура России сделала заявление. Уголовное дело возбуждено по факту теракта и незаконного оборота оружия. Личности диверсантов до сих пор не установлены. Однако некоторые российские СМИ уже опубликовали фото предполагаемого исполнителя. Вот он, человек восточной внешности. Имеет ли отношение к группировке ИГИЛ, пока неизвестно. Также в интернете появилось видео одного из российских телеканалов, на котором якобы видно человека, подложившего бомбу в подземке. Он стоит у станции метро Синая площадь. Однако подтвердить достоверность этого ролика невозможно. Пострадавших тем временем продолжают доставлять в больницы. Произошел хлопок, взрыв неустановленного устройства, в результате которого пострадали более 20 человек. Погибло порядка 10 человек. Все подъезды к месту происшествия до сих пор блокированы. На карте метрополитена эпицентр взрыва обведен квадратом. Движение в этом районе сейчас затруднено. По городу можно передвигаться только на наземном общественном транспорте. Когда заработает подземка, до сих пор неясно. Проезд в трамваях, троллейбусах, автобусах и такси сегодня сделали бесплатным. Власти Санкт-Петербурга объявили трехдневный траур в городе. Ирина Иванова, подробности, телеканал Интер. Свои соболезнования в связи с терактом выразил министр иностранных дел Павел Климкин. На своей странице в Твиттере он сообщил, что в МИДе проверяют, есть ли среди жертв теракта в Санкт-Петербурге наши граждане. В департаменте консульской службы министерства на наш запрос уточнили, что пока нет информации о гражданстве погибших и пострадавших. Из-за теракта в Петербурге нацполиция Украины переходит на усиленный режим патрулирования на станциях метро в Киеве, Днепре и Харькове. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства. Усилят нацполицию за счет нарядов военнослужащих нацгвардии, в том числе на станции выйдут кинологи и взрывотехники. И в таком режиме будут работать до завершения конкурса Евровидения. Транш для Украины. Совет директоров МВФ проголосовал за выделение очередного миллиарда долларов финансовой помощи. Все подробности знает Дмитрий Анопченко, он сейчас в штаб-квартире фонда. Дима, здравствуй. Расскажи, какие подробности тебе известны и насколько беспроблемным было само голосование? Катюш, ну вот мы сейчас около штаб-квартиры фонда, буквально несколько минут назад вышли наружу, потому что изнутри невозможно выходить в прямой эфир. Да, я могу официально подтвердить, что буквально полчаса назад, где-то вот в половину восьмого вечера по киевскому времени, Совет директоров МВФ проголосовал за выделение очередного транша для Украины. Это практически миллиард долларов. Пауза была очень большая, последний раз деньги поступали только в сентябре. И разумеется, разумеется, все задавались вопросом, ну а вот почему откладывали украинский вопрос, в частности, почему 20 марта не проголосовали. Мне ответили на этот вопрос, ответили неофициально, но этой информацией могу поделиться. Дело в том, что 20 марта, за два дня до проведения Совета директоров, действительно, украинская тема исчезла с повестки дня. И вот в МВФ сегодня пояснили, что было два момента для этого, две причины. Во-первых, в фонде хотели понять, как повлияет на экономику Украины блокада Донбасса, как это скажется на макроэкономических показателях. Но, во-вторых, здесь была информация о возможных санкциях против дочек российских банков. МВФ украинский вопрос отодвинул, в принципе, редко такое бывает, и запросил пояснение, расчеты, официальные документы у Минфина. Ну и вот сейчас, по всей видимости, эти документы Минфина всех устроили, потому что, еще раз повторюсь, принципиальное, важное решение принято. Транш разблокирован, и вот этот миллиард долларов для Украины будет выделен. И если все пойдет по плану, то в этом году Украина рассчитывает получить еще 5,5 миллиардов. Катя. Дима, а что касается требований МВФ к Украине, в частности, по вопросу пенсионной реформы? Этот вопрос вообще совет директору обсуждал? Важный вопрос, и вопрос очень интересный. Дело в том, что вот мы привыкли, что требования к Украине, требования к странам, в принципе, обсуждают с первыми лицами МВФ, с той же мадам Лагард, но, по большому счету, все решения здесь принимает совет директоров. И действительно, по просьбе Украины на совет директоров сегодня были вынесены два вопроса. Один из вопросов – изменить график выделения траншей, для того, чтобы было меньше пересмотров программы, для того, чтобы Украина могла быстрее получить эти деньги. Ну и второй – изменить финансовые гарантии для осуществления программы кредитования в целом. То есть Украина с этой просьбой к совету директоров обратилась. Но в любом случае, все проблемные вопросы все-таки вначале решаются тет-а-тет, вот в таком прямом разговоре, и этот разговор будет. 21-го, 23-го апреля, три дня вот здесь, в Совете директоров МВФ и рядышком в штаб-квартире Всемирного банка, пройдет так называемый весенний саммит. Два раза в год собирается огромное количество финансистов со всего мира, в том числе министр финансов Большой двадцатки, в том числе представителей всех стран. Так вот, здесь ждут украинскую делегацию, чтобы как раз вот в эти числа, 21-го, 22-го, 23-го, и обсудить те проблемные требования, которые по-прежнему есть у МВФ, в частности требования по пенсионной реформе и по продаже земли. Катя. Дим, спасибо. Дмитрий Анопченко был на связи со студией с подробностями о заседании МВФ, где рассматривали вопрос о выделении Киеву миллиардного транша. А вот в украинском парламенте сегодня были больше озабочены судьбой главы Нацбанка. Блоки Порошенко анонсировали отставку, Гунтерева и Молта написала заявление. Но вот при службе НБУ эту информацию не подтверждает. А в здании НАБУ на прошлой неделе, я напомню, проходили обыски. Однако, что искали следователи НАБУ, так и осталось загадкой. Загадкой осталось и то, какие документы изъяли правоохранители. Что говорят по этому поводу нардепы и готовятся ли голосовать за увольнение Гунтеревой? Вот какие мнения слышала я на согласительном совете. Транш МВФ на удивление сегодня на согласительном совете бурно не обсуждают. Зато все говорят о кадровых изменениях в Нацбанке. В блоке Порошенко заявляют, заявление Гунтерева уже написала и ее отставка не за горами. Этот запас мощности и запас той работы, которую она на себя взяла, подошел к краю. До речи, Гунтерева не одновременно писала заявку. Не считаю это каким-то образом, каким-то дополнительным тиском, или желанием спустить на нее пар. Я думаю, что ту работу, той фронт работы, которую она на себя поклала, она выполнила. И поэтому написала заявку. За отставку Гунтеревой должен проголосовать парламент, как и за назначение новой кандидатуры, той, которую предложит президент. Кем могут заменить главу Нацбанка, ни в коалиции, ни в других фракциях не говорят. А самопомощь и вовсе просит расследовать не только деятельность Гунтеревой, но и всех ее предшественников. Фокусовать только на Гунтеревой важно. Но сегодня мы предлагаем НАБУ включить все впроведение всех руководителей Нацбанка, которые были против последних 15 лет. Но не только в сторону Нацбанка летят камни. Еще больше негодования у нардепов вызывают деятельность НПК. Мол, из-за того, что сайт ведомства работал с перебоями, едва ли сорвалась вторая волна подачи отчетов. В Раде предлагают одновременно и аудит в НПК провести, и решить, как увольнять руководство органа. Очень больно наблюдать, как 600 миллионов гривен, которые выделены на создание НПК, вытасшены фактически дарем. Безумно, это тень на все антикорупционные органы и на всю страну. Именно поэтому мы предлагаем дополнить соответствующий закон за проведение независимого аудита, за методикой, как это прописано в законе про создание НАБУ. Как можно финансировать на сотни миллионов гривен НАЗК органы по борьбе с коррупцией на высших органах власти? Как можно выплачивать посадовцям НАЗК зарплатные понад 100 тысяч гривен, а у них нет кого-то винного. Они даже делают из всех других винных, кроме себя. Это их полная ответственность. Поэтому НПП это удивление о изменения законодательства, с тем, чтобы мы могли сменивать в таких клапках эффективных борцов с коррупцией. Закон, который предусматривает переформатирование НПК, вот-вот обещает передать парламенту Минюст. Главное, чтобы депутаты проголосовали. Чтобы обеспечить дисциплину нардепов, придумали новый метод – работать без перерыва. Есть пропозиция также, чтобы мы вошли в законодательные изменения до регламента, чтобы и в вторник, и в середину, и в четверг перерва 12-12-30 была ликвидована. Это инициатива гоней в комитете. Что же касается повестки дня, возможно, на этой неделе нардепы займутся законопроектом о двойном гражданстве, если комитет успеет дать ему оценку. С прошлой сессионной недели тянется вопрос о членах счетной палаты. Может, на днях избранники дойдут и до этого вопроса. Еще в повестке дня законопроект о конституционном суде. К слову, документ уже обещает быть спорным. Правок там больше 600. Есть в перечне и законопроект о рынке электроэнергии. В оппозиции же предлагают сконцентрироваться на совсем других законах и в кратчайший срок принять антикризисную программу. Работать, что ничего не случилось в стране, когда каждый день вбивают, взрывают, когда без экономических проблем и есть типовая криза, невозможно. Поэтому мы надеемся, чтобы правильная коалиция или ее задержки сделали план выхода страны из кризи вместе с урядом, подтвердили его в парламенте. Парламент под это принял несколько необходимых законов, которые будут рассматриваться как первочередливые, для того, чтобы в Краину уникнуть небезпеки радикального сценария развития событий в Краине. В другом случае, еще сценарий для парламента, который также может обеспечить спокойствие в стране. Парламент должен сказать, что он неспроможен дать программу выхода из кризи, саморазпуститься. Демонстрировать, как оперативно Рада может реагировать на насущные проблемы, нардепы намерены ближайшие две недели. Они хотят работать без перерыва, чтобы потом спокойно уйти в отпуск на месяц. Екатерина Лысенко, Иван Ермаков, Геннадий Аникенко. Подробности телеканал Интер. Передумали. Валерия Гонтарева остается представителем, председателем Национального банка и уходить не собирается. А в этом сегодня вечером заявили во фракции БПП. Нардепы назвали информацию о ее заявлении об отставке фейком и подчеркнули, что Гонтарева устраивает и коалицию, и правительство, и президента. Ирина Лысенко назвала ее работу безупречной, а вот в самой фракции БПП сегодня рокировки. Парламентарии утвердили нового председателя. Вместо уволившегося Игоря Грынева эту должность займет Артур Герасимов. Он год был представителем президента в парламенте. Его фракция поддержала почти единогласно. Трое, в том числе и сам Герасимов, воздержались от голосования. Он был единственной кандидатурой, так как Ирина Луценко взяла самоотвод. Однако новую должность все же получила. Президент назначил Луценко на место Герасимова своим представителем в Раде. При этом она остается заместителем главы фракции. Я остаюсь заступником главы фракции. На мне два серьезных проекта, которые мы сейчас распланировали и начинаем начать после второго пленарного тижня. В принципе, они связаны с эффективностью житлово-коммунального господарства. Мы хотим силами фракции БПП допомогти уряду, теплогенерующим компаниям и местным органам влади, на которых уже перекладена ответственность за установление тарифов, реализовать эту программу эффективности. Своими главными задачами я вижу, перш за все, поддерживать эффективность работы Верховной Рады. Потому что блок Петра Порошенко – это не большая фракция-коалиция. Еще одним задачем будет, как на эффективнее, проведение в парламенте законопроектов, которые предлагаются президентом Украины. А новоназначенный представитель президента Верховной Рады Ирина Луценко сегодня на Согласительном Совете заявила, из-за оплаты за транспортировку и распределение голубого топлива счета увеличатся для небольшого количества потребителей, а именно для тех, кто использует газ для приготовления пищи. Для остальных, тех, у кого есть газовые колонки, кто использует газ для отопления, счета не вырастут, а даже уменьшатся, спрогнозировала депутат. Для абсолютной большинства потребителей цены на газ падают, уменьшатся. Я говорю про спильные витрати на два рахунки за спожитый газ и обонплату. Первое. Если у вас есть газовая плита, газовая колонка, и вы используете газ для отопления, ваш спильный рахунок этих два рахунки снизится в среднем на 4%. Если у вас есть газовая плита и газовая колонка, то загальный рахунок на спожитый газ и за обонплату не изменится, не будет меньше, но и не растет. И только если у вас есть газовая плита, вы используете лечильники G1-6, спильные витрати на газ или обонплату поднимутся в среднем на 50 гривен. Таким споживачам у нас, таких споживачей у нас 4%. Слова Ирины Луценко подтвердили и в Национальной комиссии, которая формирует тарифы. К тому же пообещали, для тех, у кого установлена газовая плита и центральное отопление, НКРЕКП будет инициировать скидку в счетах на тепло в пределах 5% для компенсации обонплаты за газ. И в итоге общий счет за комуслуги вырасти ни у кого не должен. Додатковых оплат немае, подвийных оплат немае. Вартість транспортувания и транспортила выокремлена. Виокремлена зі старой ціни на газ. Старая ціна на газ була 6,800, або 6,8 гривен за куп. Теперь вона будет 6 гривен. А вартість транспортувания и транспортила будет оплачатись окремо. 75% от этого решения получают уменьшение рахунок. Это не большие люди, как это пытаются представить. Это обычные украинцы, которые используются газом для опаления. С котлом. У них рахунок уменьшается. У нас есть 25% решта, которые живут в местах, которые используются централизованным опалением. Для них будет компенсация в двух вещах. Первая речь – это переходный период. А сколько он длится? Он триричный. Вторая – это компенсация за рахунок снижения тарифа на тепло. И третья – если уряд установлено с ценой на газ уже 2 года, он имеет возможность тогда, если он хочет помогать социально вредным верстам населения, переглянуть цену на газ. Это даст возможность зайти на рынок большому количеству поставщиков газа. Население получит возможность выбирать поставщика. И, соответственно, в конечном итоге экономить газ. Потому что, как я уже сказал, конкуренция, на мой взгляд, приведет к снижению цен на газ. Что касается наших потребителей, то по предварительным нашим расчетам, для 70% населения этот счет не изменится. Либо даже уменьшится. Для остальных он может увеличиться, но средний чек за обонплату облгазу, он будет равняться около 50 гривен. НДС будет возмещаться автоматически. Каждый сможет отследить дату внесения заявки на сайте Минфина. А возвращать пресловутый налог на добавленную стоимость будут исключительно в хронологическом порядке. Об этом сегодня заявил президент Порошенко. Глава государства отметил, что в последнее время ситуация с возмещением НДС изменилась в лучшую сторону, но при этом работа по-прежнему велась в ручном режиме. Среди преимуществ новой электронной системы, полная автоматизация процесса и абсолютная публичность, отметил президент. По его словам, это упростит работу бизнеса и выведет из тени налог на добавленную стоимость. До 1 июля обновленный реестр будет работать в тестовом режиме. Украинские предприятия, украинские бизнесмены ждали прозорости в отшкодивании податка на доданную вартость. 21 год, на жаль, система отшкодивания ПДВ живила коррупционеров. Мы нашли достаточно большую количество аргументов для того, чтобы запровадить эту новую, я не поверю с этого слова, революционную систему, которая позволяет обеспечить эффективный, прозорый, громадский контроль над всем механизмом отшкодивания податка на доданную вартость. Увеличенные пенсии уже с 1 октября и новая земельная реформа. Премьер-министр Владимир Гройсман во время презентации проекта плана приоритетных действий до 2020 года анонсировал пять правительственных инициатив. Среди них приватизация нерентабельных предприятий и реформы, пенсионное здравоохранение, образование и земельное. Александр Васильченко продолжит. Введение бонплаты на АГАЗ с 1 апреля на заседании Кабмина – тема необсуждаемая. Министров больше интересует вопрос, почему сайт электронного декларирования не работает больше недели. Глава на ПК Наталья Корчак уверяет, виновные найдены, в ближайшее время их накажут. Мы будем подавать в суд посыл на системного администратора в частности использования к нему штрафных санкций, связанных с боем в функционировании системы электронного декларирования. А в суде мы все разберемся. Разобраться обещают и в Минюсте. Там уже разработали законопроект, который упростит работу на ПК. Вместо коллегии останется один руководитель. А деятельность агентства будет контролировать независимый аудит. Когда есть неэффективное управление, то шукает, кто виновен. Вместо того, чтобы проводить свою работу, на которую украинцы фактически сплачут 600 миллионов гривен на отримание НЗК, руководство НЗК шукает, кто виновен. То уряд виновен, то УСС, то еще кто-то виновен. Поэтому так не должно быть, и мы эту ситуацию выбираем. Тем временем, главное в повестке дня Кабмина – повышение пенсии уже с 1 октября. Но это станет возможным только если Верховная Рада проголосует за правительственные инициативы. Гройсман подчеркнул, сейчас за чертой бедности 80% пенсионеров. Мы говорили про то, что мы можем с 1 сечня поднять минимальную заработную плату вдвече. Мы сказали абсолютно правду, и мы это с вами сделали. Вот сегодня я говорю абсолютно объективно. При проведении пенсионной реформы, которую будет пропоновать уряд, я гарантирую, что мы с 1 октября достаточно качественно подвышим пенсии украинцам. Призвал премьеры к прозрачной приватизации госпредприятий. В Кабмине уверяют, это обеспечит экономику миллиардами долларов, привлечет инвестиции и создаст новые рабочие места. Также Гройсман пообещал, в ближайшее время правительство предоставит общественности новую земельную реформу. То, что пропонует уряд, будет огромным сюрпризом, в том числе и для наших псевдореформаторов в лапках, я имею в виду, и популистов. Мова идет о том, что мы пропонуем абсолютно качественную модель обеих земель. В интересах украинцев, по словам премьера, и новая реформа здравоохранения. Глава правительства подчеркнул, вкладывать деньги будут не в ремонт медучреждений, а станут повышать качество медицинских услуг. Александр Васильченко, Вадим Сверидонов. Подробности, телеканал Интер. Рост цен на продукты, очередной скачок доллара и миллиардные потери на экспорте. Все это может произойти, если аграрии Украины останутся без удобрений. Предпосылки для этого есть. Украинские производители минудобрений простаивают. Сегодня в Черкассах несколько тысяч работников предприятия «Азот» вышли на акцию протеста. Причина – на предприятии прекратили подачу газа. Чего требуют протестующие и слышат ли их во власти? Материал наших корреспондентов. Черкасский «Азот» – один из крупнейших производителей минеральных удобрений. Полторы тысячи сотрудников сегодня вышли на центральную площадь города с акцией протеста. Говорят, зарплату не получают уже два месяца. Производство остановилось из-за отсутствия газа. Его поставки прекратились в начале марта. В такой же ситуации не только черкасский, но и ривненский, и северодонецкий «Азоты». И это причем третья остановка за последние полгода. Мы запускаемся, нас останавливают. Все эти деньги, которые должны были, вроде бы как идти на закупку украинских удобрений, они идут на закупку российских удобрений. Сегодня на рынке удобрений идет нечестная борьба, говорят национальные производители. Они несут колоссальные убытки. Выходом может стать введение антидемпинговых пошлин на импортные удобрения. Российские минеральные удобрения на сегодняшний день имеют возможность в цене. Очень выгодно выглядеть перед сельхозпокупателями нашими. И это делается для того, чтобы остановить весь украинский химбром. Черкасский «Азот» – это не только рабочие места, более чем для 4 тысяч человек. За счет предприятия фактически живет и город, который в виде налогов получает средства в местный бюджет. Мы, как были на стороне работников, мы так и будем защищать. Это не только местоположное предприятие, это предприятие, которое важно для экономики всей области. И в многих случаях и для всей Украины. Из-за простой химбредприятия дефицит удобрений на украинском рынке составляет уже более 30%. Федерации работодателей Украины приводят шокирующие цифры. Государство может потерять около 2,5 миллиардов долларов экспортной выручки и миллиарды в сельском хозяйстве. У аграриев осталось не так много времени, чтобы успеть внести удобрения. Посевная в этом году началась раньше обычного. И последний срок – до конца апреля. Если сельхозпроизводитель не получит необходимые минеральные удобрения, то урожай этого года будет очень низким. А это и налоги, это и поступления в городские бюджеты, в областные бюджеты, а также валютные поступления в страну. В оппозиционном блоке говорят о целенаправленном уничтожении химической отрасли. Можу сьогодні впевнено сказать, что то, что произошло, можно оценивать как святые действия Межведомственной комиссии с вопросами международной торговли и Укртрансгаза по уничтожению украинской химической промысловости. Это абсолютно антидержавные действия, которые уничтожают химическую галузь Украины, которые уничтожают вообще индустриальную галузь Украины, которые уничтожают среди господарств в нашей стране, которые уничтожают национальной безопасности нашей страны. Во время акции участники приняли обращение к руководителям страны и главам силовых структур. И предупредили, если в ближайшие дни подача газа не возобновится, митинговать будут уже в Киеве. Андрей Кровец, Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер Черкассы. Из России в Украину за последние три года завезли почти 2,5 миллиона тонн минеральных удобрений. А из украинского кармана в российский. Не без помощи Народного фронта партии экс-премьера Яценюка ушло около полумиллиарда долларов. Напомню, еще в 2014, когда у наших производителей удобрений начались проблемы из-за роста цены на газ, правительство Яценюка решило закупать карбамид и аммиачную селитру именно у российского Еврохима. Мы не раз рассказывали в подробностях, как благодаря такому сотрудничеству живет припеваючи эта российская компания. Ее владелец Андрей Мельниченко не покидает первых строк в списке миллиардеров российского Форбса. Его яхта «Белая жемчужина», к примеру, самая длинная в мире. Кстати, деньги Еврохим получает и от российского Минобороны. Ведомства закупают селитру для производства пороха. Несмотря на это, Украина продолжает сотрудничество с компанией, которая имеет столь сомнительную репутацию. По данным таможенной службы, в январе-феврале азотные минеральные удобрения из России импортировали 14 украинских компаний. За этот период они поставили почти 72 тысячи тонн. Такой информацией располагают украинские новыны. Первые пятерки компаний-поставщиков, в том числе и украинские дочки крупных российских производителей минудобрений «Фосагра Украина» и «Еврохим Украина». Доля топ-пятерки в общем объеме поставок составляет более 93%. Дело о госизмене беглого Януковича будет рассматривать Оболонский районный суд столицы. Такое решение принял апелляционный суд. И теперь, после ознакомления с обвинительным актом, Оболонский райсуд в течение пяти дней должен определиться с датой первого заседания. Напомню сообщение о подозрении в госизмене и посягательстве на территориальную целостность. Виктор Янукович в видеорежиме в ноябре прошлого года зачитал генпрокурор Юрий Луценко. Позже документ передали и адвокату-бедлецам. По словам Юрия Луценко, у следствия есть неопровержимое доказательство преступлений по пяти статьям, в том числе и госизмены. В частности, речь идет об обращении Януковича к Путину с просьбой ввести российские войска на территорию Украины. Примировать семью окладами. Так щедро украинский ужгородский мэр оценил работу своей подчиненной руководителя департамента коммунального хозяйства. За какие такие заслуги выясняли наши корреспонденты. От 400 до рекордных 700 процентов оклада такие премии директор департамента городского хозяйства Ужгорода получает практически ежемесячно. Вернее, даже не директор, а исполняющая обязанности директора. Она же начальник управления по благоустройству Оксана Пайда. Один из депутатов городского совета поинтересовался, за какие такие заслуги. И получив ответ, поразился. Найбільше убирало то, что 700% она отримала в зимовый месяц. Когда место было парализовано через снег, который коммунальники просто даже не пытались прибрать. По данным Виктора Щедая, такие высокие премии, более 10 тысяч гривен, почему-то выписывают только Оксане Пайде. Другие чиновники получают премии намного скромнее. 50-100% оклада. Десятки миллионов гривен идут через этот департамент на разноманитные ремонты. В обход тендеров заключались договоры, потом акты же подписываются. Мы понимаем, что она делает не просто так. И мэр зацикавливает, как говорят, рука руку мы в народе. Оксану Пайду мы на рабочем месте не застали. После того, как информация о ее астрономических премиях попала в СМИ, чиновница, видимо, предчувствуя скандал, ушла на больничный. Оксана Владимировна, сегодня, с сегодняшнего дня, на литер-дня. Мэр Ужгорода заявил на брифинге, дескать, поощрял свою подопечную исключительно в рамках закона. Как говорится, ничего личного, просто работа. Мы решили узнать мнение жителей Ужгорода. Заслуженно ли премировали чиновницу, которая отвечает за чистоту и порядок на городских улицах. А тем временем в областной прокуратуре открыли сразу четыре уголовных производства. Расследует, на каком основании чиновники департамента городского хозяйства заключали договоры на ремонт дорог с коммерческими структурами, без конкурсов и тендеров. Фигурирует ли в материалах дела фамилия руководителя департамента, пока тайны следствия. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Ситуацию на Донбассе сегодня обсуждали по телефону президент Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Оландом. Глава украинского государства осудил агрессию со стороны России и невыполнение пророссийскими боевиками очередных договоренностей. В частности, несоблюдение ими режима тишины с 1 апреля. При этом стороны подтвердили готовность и дальше работать над реализацией минских соглашений. Двое украинских военных погибли и еще двое получили ранения в зоне АТО. С начала суток боевики нарушили режим тишины 23 раза. Напомню, о прекращении огня договорились на прошлой неделе в Минске. Наибольшую активность террористы проявляли на донецком направлении. Подробнее расскажут наши корреспонденты. На фронте не прекращается артиллерийская канонада. После объявленного с 1 апреля режим прекращения огня в штабе рапортует. Боевики продолжают нарушать и без того хрупкое перемирие. Провокационные обстрелы позиций сил АТО продолжают. Незваживая на достижение договоренностей тристоронней группы, про режим прекращения огня, незваживая на оружие провокации с боку врага, украинские военнослужащие суворо дотримались режиму тиши и огонь в ответ не открывали. Горячее всего было на Мариупольском направлении. Павлополь оказался под огнем мин 120-го калибра. Гранатометов и пулеметов немного легче было в районе Красногоровки. Там противник использовал минометы 82-го калибра. А вот в Авдеевке, которая уже пятый день без электроснабжения, зафиксировали прилеты из минометов 52-го калибра. Из-за сложной ситуации на передовой неизвестно, когда удастся восстановить подачу электричества, говорят во временной гражданской администрации. С подобными трудностями местные уже давно свыклись, но надежда, как говорится, умирает последней. Свет – основная проблема на данный момент. Интернета нет, связи нет, телефоны не заряжаем. Света нету и жизни нету. Все нормально, привыкли, уже ко всему привыкли. Выживаем называется. Ну ничего, ждем мира. На Светлодарской дуге в районе Горловки Донецкого аэропорта режим тишины не соблюдался. Однако тяжелое вооружение боевики не применяли, сообщают в предсцентре штаба АТО. Тише всего было на Луганском направлении. Там боевики обошлись без минометов. Валуйское и Станицу Луганскую атаковали из стрелкового оружия. Крымское – из гранатометов. Стоислав Кухарчук, Олег Решетняк, Максим Чеблин и Владимир Малахов. Подробности – телеканал Интер. Товары дороже 10 тысяч гривен в Ордло перевозить запрещено. С апреля, согласно приказу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, нельзя будет ввозить или вывозить товары суммарной стоимостью более 10 тысяч гривен и весом 75 килограмм. Более того, определили список разрешенных предметов. В него входят продукты питания, непродовольственные и подакцизные товары и даже личные вещи. В частности, можно будет провести 200 сигарет, 5 литров пива, 2 литра вина, 1 литр крепкого алкоголя, не больше трех платежных карт, видеоаппаратуру, компьютер и один мобильный. Не пришли. Генпрокурор, министр внутренних дел и замглавы администрации президента не явились сегодня на семинар об охране и соблюдении прав журналистов. Интересно, что вышеперечисленные ведомства вместе с Офисом Совета Европы в Украине выступили инициаторами семинара. Следователи прокуроров, судей и других правоохранителей в течение двух дней будут учить, как обеспечивать безопасность журналистов. А с этим в стране проблемы. Ведь по данным международной организации «Репортеры без границ», Украина занимает аж 107 место в мире по уровню свободы слова и соблюдении прав журналистов. Мы надеемся, что проведение этого семинара позволит нам покращить количество успешно расследованных дел, приведенных к суду. И агрессоры, нападники на журналистов все же таки будут покараны, что, в свою очередь, вплине позитивно на уменьшение количества нападов и перешкоджан журналистам. Сегодняшний семинар есть спинные усилия. У нас есть шесть спеоорганизаторов. И это, я думаю, покажет, что все мы, все органы влады, все Рады Европы и тоже гражданские организации для нас это очень важно. Взрыв в Днепропетровской области. В одном из сельских кафе клиент бросил в толпу людей гранату. Почему? Подробности расскажет Елена Миндалюк. Все произошло этой ночью. В кафе Селознаменовка между посетителями сначала возникла ссора, которая закончилась дракой. Один из посетителей бросил в толпу гранату. Осколки разлетелись на несколько метров. Пострадали 16 человек, среди них и подростки. Четверо уже обратили за помощью в областную детскую больницу. Кто-то крикнул граната, я начинаю просто убегать и услышал взрыв. Ну не услышал, а почувствовал взрыв. Потом начались крики, все разбегались просто так, раненые, не раненые, там кровь. Я метров 10 был от гранаты, это точно, и в меня залетели осколки. По словам врачей, у пострадавших подростков множественные ранения, осколки в основном повредили ноги и руки. Проблем по лечению пока не предвидится. Детям проводится консервативное лечение, готовятся на отсроченные оперативные вмешательства, которые рассчитаны на, возможно, удаление осколков, которые будут мешать в дальнейшем жить. Полиция уже задержала человека, который бросил гранату. Им оказался 25-летний житель Подгородного. Ранее не судимый. Откуда у него граната, неизвестно. Он категорически отказывается сотрудничать со следствием. Он, посылаясь на 63-ю статью Конституции Украины, отказывается от отдачи любых свидетельств против себя. Сейчас находится в лекаре пятеро человек. У них легкие или средняя тяжкость телесных ускорения. Мы ждем на заключение судово-экспертизы относительно ступени тяжкости их телесных ускорений. За данным фактом, открыто криминальное проведение. Уголовное производство открыто по статье «Покушение на убийство». Задержанному грозит пожизненный срок. Елена Медрюк, Евгений Конецов. Подробности телеканал «Интер» Днепр. Семейный хоррор. Установлен виновник ночной стрельбы в Дубно, в результате которой была убита адвокат Виктория Шаблей и ранен ее супруг, бывший начальник полиции Ривненской области Вячеслав Чайка. В отца и мачеху стрелял Игорь Чайка, который сейчас работает в прокуратуре Тернопольской области. В причинах конфликта разбирались наши корреспонденты. В Дубно экс-глава полиции Ривненской области Вячеслав Чайка жил вместе со своей второй женой, адвокатом Викторией Шаблей. К мужчине в тот вечер в гости приехал старший сын Игорь. Между ними завязалась ссора. Сын вытащил пистолет и разрядил в отца и мачеху целую обойму. Женщина скончалась на месте. По версии полиции стрельбу спровоцировал семейный конфликт. Не так давно Вячеслав Чайка развелся со своей первой женой, матерью Игоря. И через суд пытался забрать дом, в котором раньше жила их семья. В Тернопольской областной прокуратуре, где работал 29-летний Игорь Чайка, все его коллеги шокированы произошедшим. Игорь Чайка пока не задержан. После стрельбы он не вышел на работу и, по всей видимости, пустился в бега. Его уже объявили в розыск. Ольга Иванченко, Жанна Дучак, Инна Белецкая, Зиновия Автоназ. Подробности телеканал Интер. Авиакатастрофы, в которой в 2010-м погиб президент Польши, Легкочинские члены правительства, спровоцировали российские диспетчеры и некое третье лицо. К такому выводу пришла польская прокуратура после анализа почти двух тысяч томов доказательств. Напомню, 10 апреля 2010 года под Смоленском разбился президентский ТУ-154. Руководство Польши собиралось принять участие в траурных мероприятиях 70-е годовщине расстрела польских офицеров в Катыни. Всего в авиакатастрофе погибли 96 человек. Собранные ранее доказательства и новые, полученные в ходе следствия, позволяют прокурорам сформулировать новые обвинения в отношении авиадиспетчеров, граждан России, а также третьего лица, находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель большого количества людей. С такими выводами не согласны в Москве. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, там хорошо знают позицию Польши в отношении авиакатастрофы. Российская сторона проводит свое расследование и признавать обвинение Варшавы в адрес российских диспетчеров не собирается. Небезопасная Европа. В старом свете беженцев могут избить только за то, что они мигранты. В Лондоне общественность шокирована жестоким нападением на несовершеннолетнего переселенца из Ирана. Его избила банда подвыпивших молотчиков. Со всеми подробностями наш британский субкор Оксана Кундеренко. Кройден не самый благополучный район Лондона, но кто бы мог подумать, что здесь, у этой автобусной остановки, обычного прохожего могут забить едва не до смерти, только за то, что он беженец, курд из Ирана. Накануне вечером 17-летний парень ждал автобуса, когда к нему подошла группа молодых людей. До этого они выпивали в местном пабе и стали задираться. Сначала спросили, откуда он, а затем набросились всей толпой. Повалили на землю и сбивали ногами, пока не приехала полиция. Это было жестокое нападение, российское нападение, ничем не мотивированное. До этого они привязались к кому-то в пабе. Мы ранее арестовывали одну из подозреваемых, это женщина. Всего, предположительно, в банде 20-30 человек. Полицейские арестовали 11 человек. Пятерым предъявили обвинение в попытке убийства. Других подозреваемых разыскивают. Их фото и видео с камер наблюдения предали огласки и просят свидетелей сообщить о местонахождении. Имени жертвы пока не разглашают. Сообщают, что парню чудом удалось выжить после многочисленных травм головы и внутренних органов. Сейчас он в стабильном, но критическом состоянии. Человек, который бежал от войны в поисках безопасности, едва не поплатился с жизнью в, казалось бы, благополучной стране. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер». Бросить вызов внукам нацистов призвал турецких избирателей в Европе Раджеп Ардаган. В своей речи, посвященной проведению референдума о конституционных изменениях, президент Турции в очередной раз назвал отдельных крупных еврочиновников фашистами и обвинил власти европейских стран в соответствующей тактике. Ардаган уже не раз критиковал, в частности Германию и Нидерланды, из-за того, что турецким министрам было запрещено выступать там на митингах перед избирателями-турками. В ответ канцлер Германии Ангела Меркель призвала турецкого лидера прекратить использование нацистских сравнений. Кого хочет вызвать на бой-реванш премьер Канады Джастин Трюдо? Кому решились бросить вызов женщины Пакистана? И что скрывает хранилище судного дня? Об этом и только в нашем обзоре. Премьер Канады Джастин Трюдо вызвал Чендлера на бой-реванш. Недавно актер Мэтью Перри, известный по роли в сериале «Друзья», рассказал, что они с приятелем в детстве били будущего премьер-министра Канады Джастина Трюдо. В своем твиттере Трюдо ответил, «Я подумал об этом, как насчет матча-реванша. Чендлер вызов не принял. Думаю, я пас, сэр. Учитывая, что сейчас целая армия в вашем распоряжении». Дерзкое ограбление в Новой Зеландии. Две картины 19 века были украдены из художественной галереи города Окленд. Воры разбили стекло и таким образом пробрались внутрь. Ранее портреты вождя племени Маори и его жены оценили в 1 миллион долларов. Великий кормчий ушел с молотка за 12,5 миллионов долларов. Это портрет Мао Цзэду на кисти Уэнди Уорхола. Полотно продали на аукционе в Гонконге. Имя покупателя пока держат в секрете. Известали, что это частный коллекционер из Азии. Этот портрет – одна из ранних работ Уорхола. Художник написал его в 1972 году, когда отношения между Китаем и США стали налаживаться. Бросить вызов господству мужчин в Пакистане решились десятки женщин. Для этого они организовали женский велопробег. Девушки называют себя новым поколением феминисток Пакистана. Молодые женщины в этой преимущественно мусульманской стране часто сталкиваются с ограничениями в общественных местах, кафе и даже магазинах, а также при трудоустройстве. Поэтому даже велопробег – это уже маленькая победа. В Норвегии создали специальное хранилище судного дня. Библиотека на острове Шпицберген способна выдержать глобальный катаклизм. Там будут храниться книги, документы и информационная база на случай какой-то вселенской катастрофы. Мировой арктический архив построен в скале и открыт как для правительств, так и для различных исследовательских центров. Представители любого государства могут загрузить какой угодно контент на серверы хранилища. На сегодняшний день любезностью норвежцев воспользовались только Бразилия и Мексика. Идти к цели, несмотря ни на что. 13-летний Джамарион Стайлз играет в баскетбольной команде, несмотря на отсутствие рук. Коллеги по школьной команде говорят, что Стайлз никогда не использовал свое увечье, чтобы вызвать жалость. Парень играет наравне со всеми. Кроме того, Джамарион обожает футбол, а также играет на барабанах. Его девиз прост. Будьте позитивными, и ваши мечты сбудутся. Китай обеспечит все население Земли доступом в интернет. В Поднебесной планируют запустить 156 малых спутников, которые будут находиться на орбите на высоте 1000 километров от Земли и таким образом обеспечат спутниковым интернетом весь мир. Небольшие, но мощные космические аппараты, как ожидается, обойдутся совсем недорого. Китай планирует быстро наладить серийное производство сателлитов и в случае необходимости произвести замену вышедших из строя. Больше новостей на нашем сайте, подробности ЮЭЙ, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин